Привет! С вами снова я, Дмитрий Фреско. И это мой кулинарный блог. За окном холодные сыры. И как-то особенно остро хочется тепла. Сегодня я покажу вам блюдо, которое защищает от промозлой бесприютности не хуже крепких объятий старого друга. У нас здесь время частых дождей, пронизывающей сырости и сильных ветров. Слышите, как низовое это в трубе? В это время года испанцы, скудно отапливающие свои дома, готовят специальные блюда. Не будем ломать эту замечательную традицию и приготовим кое-что из зимнего ассортимента. Приготовим бараньи голяшки с чечевицей. Обжаривать будем на смеси сливочного и оливкового масла. В Испании эта техника называется по-малинерски. Нам необходимо подрумянить мясо. Добавим чеснок для аромата. Бараньи это любят. Хочу обратить ваше внимание на приемы, которыми я пользуюсь, чтобы ускорить обработку продуктов. Вдруг вы не знаете? Чтобы быстро почистить луковицу, я делаю всего два разреза. Отрезаю корневую часть и затем разрезаю пополам. Теперь снимаю шелуху вместе с одним верхним слоем. Потери полезной части продукта в этом случае мизерные. А вот экономия времени ощутимая. А теперь нарезаю в нужный мне размер. Вообще, лук один из самых необходимых продуктов в притушении любого мяса. При длительной совместной готовке мясо под воздействием сладких луковых соков размягчается и пропитывается ими. А луковая мякость естественным образом превращается в бархатистый сок. Однако вернемся к нашему барану. Добавим лук. На сильном огне обжарим его и оставим тушиться под крышкой для мягкости баранины. Приправим солью, перцем, розмарин. Какая же баранин для розмарина. Теперь у нас есть примерно час свободного времени. Если ваша чечевица из разряда долгоиграющих, самое время ее промыть и залить водой. Так, ну что тут у нас? Ножки уже сейчас можно есть. Но мы готовим баранину с чечевицей. Добавим ее. И перемешаем. В конце концов мы хотим получить такое блюдо, в котором мясо легко отделяется от костей, а чечевица мягкая, но не потерявшая форму. Поэтому доливаем бульона или воды на два пальца выше чечевицы, даем закипеть, накрываем крышкой и оставляем тушиться до готовности. Когда чечевица развалится и пропитается всеми ароматами, выправим блюдо на соль, расставим тарелки и распахнем двери для пришедших с мороза старых друзей. Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, мне удалось вам показать, чем еще можно согреть сердце в это промозглое время. У нас вон даже солнышко выглянуло. Короткой вам зимы, друзья. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин